МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Солице 14 часов вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Добрый день. Константин Канцеров назначен заместителем начальника службы государственной охраны. Это распоряжение президента Хасымжумарта Токаева. Об этом сообщили в пресс-службе Аккорды. Распоряжением главы государства Канцеров Константин Вадимович назначен заместителем начальника службы государственной охраны Республики Казахстан, говорится в сообщении. Больше 20 тысяч казахстанских семей, пострадавших от паводков, получили помощь от государства. Общая сумма выплат составила почти 7,5 миллиардов тенге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. 130 семей уже получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья. В Октябрьской, Хустанайской, Североказахстанской, Павлодарской областях ведется строительство около 240 новых домов для пострадавших граждан. Кроме того, выделено больше 700 миллионов тенге на ремонт 570 затопленных домов. Объем выплат за павший скот превысил миллиард тенге. Работа по возмещению ущерба продолжается, отметили в правительстве. 114 домов для пострадавших от паводков построят в Западоказахстанской области. Возведут их в Сырымском районе. Акимат уже определил земельные участки. Территорию, заявили специалисты, находятся в безопасной зоне. К слову, средства на строительство выделяют из фонда «Казахстан Халкна». Этот дом в Жемпитее Едыге Серикалиев построил в 2020-м. Годы работы большая вода смыла за одну ночь. Сейчас сельчанин разбирает завалы, пытается спасти все, что осталось. Новый дом был. Жалко, конечно. У меня четверо детей, пожилая мама. Все вместе жили. Нам предоставили временное жилье, пока они построят новое. Сейчас демонтируем дом. Уцелевшие материалы могут пригодиться для нового сарая. В конце марта в Сырымском районе река Олинты вышла из берегов. Вода потоком хлынула на улицы трех населенных пунктов. Подтопилось свыше 200 домов. По итогам обследования комиссии, 114 жилых объектов были признаны непригодными для проживания. Еще столько же нуждаются в капитальном ремонте. В ближайшее время местные власти планируют построить новые дома и отремонтировать поврежденные. Сейчас ведем подготовительные работы для начала строительства 114 домов для пострадавших. Разрабатываем проектно-сметную документацию. Дома построят в селах Жемпиты, Булдурта и Олинты. Определили земельные участки, куда уже подвели инженерные коммуникации. Определены 8 строительных компаний. Также в Акимате рассказали, что на реке Олинты возведут 4-х километровую дамбу. Проектно-сметная документация почти готова. В целом же в пяти районах области наиболее пострадавших от половодия планируют построить 413 домов. Возведут новое жилье за счет компании недропользователей и крупного бизнеса. Альбина Кумыргалеева, Ербал Мендагалеев, Ильдар Аюпов, 24КИЗ, Западно-Казахстанская область. Цех по переработке молока появится в селе Жас-Хайрат Козелкугинского района Травской области. Он будет перерабатывать тонну продукции в сутки. Сейчас там идут монтажные работы. Также в районе открыли дополнительные откормочные площадки. В двух хозяйствах содержат 100 голов скота. В этом году откроется еще одна хозяйственная площадка. Всего в Козелкугинском районе больше 7 тысяч коров казахской белоголовой породы и обердина ангуса. Развиваем откормочные производства. Молочный цех по турецкой технологии. Сейчас доставляем технику. Идет сборка. Цех будет открыт до конца года. Поездка в лифте в одной из многоэтажных семей едва не закончилась трагедией. Кабина с шестью пассажирами рухнула вниз с высоты 10 этажа. В этот раз работали защитные механизмы. Аварийное состояние подъемников – актуальная проблема для города. Всего в семье почти 400 лифтов требуют замены. Многие из них отработали по два гарантийных срока. Тем не менее, население продолжает пользоваться построенными еще в 70-х годах подъемными механизмами. В соответствии с программой модернизации жилых домов, жители сами должны решать вопросы их замены. Однако делать это не спешат. Ася Мутешева с подробностями. ЧП случилось в этом доме. Две женщины на 10 этаже вызвали лифт. В кабинке уже находились четверо пассажиров. Тем не менее, женщины шагнули внутрь. К сожалению, подъемный механизм не выдержал нагрузки, и кабина лифта рухнула вниз. Трагедию удалось избежать благодаря тому, что сработали защитные механизмы. Все остались живы, но получили серьезные травмы. Их оперативно доставили в больницу. У пострадавшей Гаухар-Козыбаевой перелом ног в нескольких местах. Пострадал и поясничный отдел позвоночника. Прикованной к больничной койке оказалась не только она, но и ее супруг. В тот злополучный день она приехала в гости к своим родителям. И мы спускались, и с 10 этажа остановил лифт. И эти две женщины попросили, у нас такси ждет, можно мы с вами. Мы им сказали, уже перегруз, но они все равно сели, и быстро как-то все это произошло. В основном переломы нижних конечностей. У каждого пациента множественный перелом. Множественный перелом подразумевает это, когда два и более сегмента ломаются. Больным оказана вся необходимая помощь. Больные лечение получают в полном объеме. В данный момент состояние больных в средней степени тяжести стабильное. Как оказалось, срок эксплуатации упавшего лифта закончился еще 10 лет назад. Однако люди продолжали им пользоваться. Специальная комиссия определила, что трос не оборвался. Причины падения выясняются. Целым срок эксплуатации лифтов не должен превышать 25 лет. А в этом доме он переработал. Семь четырем имеющимся в городе сервисным компаниям, обслуживающей лифты, направлены уведомления о необходимости проверки подъемных механизмов во всех жилых домах. А пока жители продолжают пользоваться небезопасными лифтами. При этом не менее половины из 800 лифтов в городе нуждаются в замене. Обновить их в рамках программы модернизации многоквартирных домов должны сами жильцы. Вот эта программа модернизации, она как бы до нее идет на 7 лет. У нас жильцы до того инертные, поэтому лишний раз они свою копейку не хотят оплачивать. Многие говорят, что лифты это просто так. Но лифты это требуют механизмы повышенной опасности, требуют ежедневных затрат. Если так бытно взять, с 2009 года у нас поменяли 20 лифтов. По подсчетам специалистов, на замену только одного лифта требуется до 20 миллионов тенге. При оплате в рассрочку, утверждают они, ежемесячный платеж с каждой квартиры в среднем не превысит 7 тысяч тенге. А с имутешивым едет Мирханов, 24КЗ, Семей. Теперь о том, что происходит в мире. Одна из крупнейших выставок дронов проходит в Южной Корее. Там представлены беспилотные летательные аппараты из 20 стран. На выставке прошел чемпионат по дронному футболу и установлен новый рекорд, занесенный в книгу Гиннеса. Подробнее в материале нашего собственного корреспондента в этой стране Владислава Цоя. Беспилотники из средств для воздушной видеосъемки превратились в грозное оружие. На пятой южнокорейской выставке дронов немало военных экспонатов. Такой летательный аппарат оснащен винтовкой и камерами с пятикратным увеличением. Это позволяет ему поражать цели на расстоянии 250 метров с вероятностью попадания 90%. Представили на выставке системы борьбы с беспилотниками, которые нейтрализуют их путем подавления радиоволн. Интерес к этим разработкам проявляют во всем мире. На выставку для изучения опыта Южной Кореи приехала делегация Казахстана. По данным Казахстанского министерства промышленности и строительства, в нашей стране действует восемь компаний, занимающихся производством дронов. А недавно подписано соглашение о сотрудничестве в этой сфере с одной из южнокорейских фирм. По соглашению с корейской стороной в нашей стране будет идти работа по нескольким направлениям. Первое – это совершенствование законодательства и обеспечение безопасности при использовании дронов. Второе – подготовка пилотов дронов. Третье – развитие индустрии дронов. Но все же у большинства беспилотников на выставке предназначения мирные. Это первые в мире дроны для проверки фюзеляжа самолета. Сейчас воздушные судна осматривают люди. Для этого им нужно подняться на высоту 20 метров. Дроны сокращают время проверки с 10 до 4 часов. Посетителям показали и первый в Южной Корее электрический самолет. Он работает в 10 раз тише обычного воздушного судна, а его эксплуатация на 40% дешевле. Самолет произведен в Словении. Он может без подзарядки летать 1 час 10 минут. Его будем использовать для туристических целей. Сейчас мы проходим процедуру сертификации этого самолета в Южной Корее. Эксплуатацию планируем начать во второй половине этого года. С этого года дроны в Южной Корее доставляют товары жителям островов и горной местности. Сейчас по объему дронной промышленности мы входим в десятку ведущих стран. К 2032 году планируем войти в пятерку. Не важно, какое место мы занимаем. Главное, как корейское общество использует дроны. И как мы можем решить проблемы с помощью них. После торжественной церемонии открытия выставки, ее участники дождались наступления темноты. В 8 часов вечера началось шоу дронов, которое вошло в книгу рекордов Гиннесса. В небо одновременно поднялись 5293 дрона. За пять лет в Южной Корее число компаний, занимающихся дронами, увеличилось в три раза и достигло 6000. Сейчас в стране активно готовятся к запуску еще одного амбициозного проекта. В следующем году в Сеуле намерены запустить городское воздушное движение. Пассажиров будут перевозить дроны такси. Владислав Цой, Ольга Лян, 24КЗ, Южная Корея. Мощные торнадо обрушились сразу на два американских штата – Теннесси и Мичиган. Там порывы ветра достигали 225 км в час. За сутки в обоих регионах зафиксировали 25 смерчей. По данным полиции, погибли 4 человека и еще 15 ранены. Разрушены сотни зданий. 30 тысяч жителей остались без света. В Мичигане ввели режим ЧАЭС. Идут поисково-спасательные работы. Отмечу, с начала недели торнадо пронесся по 18 штатам США. По меньшей мере 50 человек погибли. В результате штормов и внезапных наводнений, обрушившихся на северные регионы Афганистана, еще около 100 жителей получили травмы. Сильнее всего пострадала провинция Баглан. Местные власти говорят, число погибших может возрасти. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как бурлящая масса дождевой воды смешивается с грязевыми потоками и сносит все на своем пути. В срочной помощи нуждаются свыше 150 человек, которые оказались заблокированы в подтопленных домах. Отмечу, за последний месяц в Афганистане наблюдались сильные дожди и наводнения. Ранее сообщалось о более чем 80 погибших по всей стране. Ирландия столкнулась с наплывом нелегальных мигрантов из Великобритании. Только за прошлую неделю в страну прибыли больше 600 нелегалов. Столько туда обычно прибывает в течение двух месяцев. Просители убежища разбивают палатки прямо на улицах, в том числе и у правительственных зданий. Местные власти заявляют, средства на их содержание не хватает. Особенно острой проблемой стала после одобрения британским правительством закона о депортации беженцев в Руанду. Теперь мигранты, опасающиеся принудительного перемещения в Африку, из которой они сбежали, массово стекаются в Ирландию через сухопутную границу Северной Ирландии, входящей в состав Соединенного Королевства. К другим темам. Сегодня исполнилось 120 лет со дня рождения известного казахстанского ученого Алькея Мургулана. Основоположник археологии и этнографии Казахстана оставил после себя богатое наследие. Академик изучал памятники культуры, вопросы древнего искусства, а также внес большой вклад в казахскую литературу и историю. Наргиза Токижанова продолжит. На территории Казахстана открыто очень много уникальных памятников, в том числе памятников строительной культуры эпохи Бронзы. Именно по инициативе Алькея Мургулана был организован ряд археологических и этнографических экспедиций. Он изучил целые цивилизации городов Южного Казахстана. Научная деятельность академика началась еще во время учебы в Ленинграде. Особый интерес у него вызывали архивные материалы по истории и культуре казахского народа. Он начинал как филолог, интересовался литературой, искусством. В одном из своих интервью во время посещения архива, это 28-30-е годы, ученый сказал, «За пять лет я изучил архивные материалы не только казахской истории, филологии, этнографии, но и точной науки. Он был уникальным человеком. Если сейчас ученые исследуют один период, то Алькей Мургулан исследовал все, от каменного века до позднего средневековья». В 1926-1927 годах, тогда еще студент, он участвовал в казахстанской и алтайской экспедициях. После окончания института работал в комитете нового алфавита при наркомпросе Казахской СССР. А с 1931 по 1934 годы изучал восточные источники и специализировался по археологии и искусству Восточного Туркестана. Был стажером, научным сотрудником Института истории и материальной культуры Академии наук СССР. Годами позже перебазировался в Академию наук Казахской СССР, где заведовал секторами истории и археологии, отделами палеолита и этнографии. Он в течение нескольких лет буквально изъездил весь центральный Казахстан. Он открыл целую археологическую культуру эпохи поздней бронзы, это как раз переход к кочевому скотоводству в Казахстане. Алькеем Маргуланом были обнаружены древние городские культуры в бассейнах рек Сырдарья, Талас и Шу. Кроме того, им периодически велись археологические раскопки культур эпохи бронзы и ранних кочевников, делится главный научный сотрудник Института археологии Жулазбек Руманкулов. Область археологии в Казахстане начала развиваться только с 1946 года. Первый отдел археологии был создан под руководством Алькея Маргулана, где началась подготовка специалистов, среди которых Кемаль Акишев, Разбаев, Алпспаев. Сам же ученый изучал историю, начиная со времен древнего бронзового века. И вот, изучив, он доказал, что корни казахского народа уходят в древнейшую цивилизацию с высокоразвитой культурой. Алькей Маргулан посвятил всю свою жизнь науке. Он родился в 1904 году в Баянауле Павлодарской области. Помимо археологии, академик исследовал декоративно-прикладное творчество и народные эпосы. Наргиза Токижанова, Мухит Кудыкбаев, 24КИЗ, Алматы. В Таласском районе Шамбулской области планируют создать геопарк в местах, где весной цветут тюльпаны грейга. Это растение, отмечу, хотят внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили на международном фестивале флористов и туроператоров, который прошел в регионе. Об уникальных цветах расскажет Анастасия Сулейманова. В Таласском районе Шамбулской области в международную красную книгу. Полюбоваться цветением краснокнижных растений приехали туроператоры из Германии, Китая, Кыргызстана и Казахстана. Для них организовали фестиваль-экспедицию. По словам ученых, горный хребет Каратау – это дно доисторического океана Тетис, который исчез миллионы лет назад в результате тектонических сдвигов. Теперь здесь растут тюльпаны. Такие большие площади цветов являются уникальным природным явлением, уверяют историки. Своё шествие по миру он начал много-много лет тому назад, когда кочевники наши предки перекочевывали в страны Азии, в Иран, затем дальше в Турцию. И вот они несли культуру этого древнего цветка с собой туда, так как они поклонялись этому цветку. Этот цветок у них был обожественным. Даже праздновали в древности праздник весны лолы, то есть праздник тюльпана. Лола – это на персидском языке тюльпан. Цветок тюльпана, он ассоциировался с новой жизнью, с новым рождением человека, с любовью. Цветение тюльпанов в таких масштабах увидела впервые. Я в восторге от такой красоты. Хочется, чтобы об этом уникальном месте узнал весь мир. Поэтому собираюсь показать удивительные цветы в своём фильме. На фестиваль Алмагуль Кендербаева приехала из Кыргызстана. Говорит, там известны 27 видов тюльпанов. Уже пять лет она изучает влияние хозяйственной деятельности человека на состояние природных ареалов. Скотт вытаптывает в первую очередь. Плюс к тому же отдыхающие собирают букеты. А через некоторое время выкидывают. Мы должны рассказать местному населению, чтобы они бережно относились к такому народному достоянию. Чтобы увидеть в 21 веке такое великолепие – это большая редкость и большая удача. Фестиваль-экспедиция даст ещё и вполне материальный результат. Региональные специалисты создадут карту произрастания диких тюльпанов Грейга, Регеля, Кауфмана и других. Анастасия Сулейманова, Бахаджамбапаев, Эльдар Байдельда, Жамбулская область, 24КЗ. И на этом пока всё. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!